Медведчук, он, в принципе, конечно, хочет сохранить то, что у него хоть что-то, что есть. Но у него много еще осталось, это ясно. Но, естественно, он не хочет давичное увязнение. Оно ему надо? Не надо, да? Тем более Марченко его ждет и так далее. Поэтому он сейчас будет давать материалы, которые он имеет. А он имеет очень много. Давайте рассмотрим эту конфигурацию не с точки зрения того, что он сдал Порошенко. Он его сдал конкретно с документами, с материалами, с датами. Видите, уже вызвали и Авакова, и Цинюка, и Турчинова. Надо будет еще вызывать и Гройсмана, естественно. И Тягнебока надо будет вызывать. И Кличка вызывать. То есть, это процесс пошел. Процесс пошел вглубь. Его остановить. Каждый будет что-то давать. Там то-то, то-то, то-то. Там вылезет, 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 вылезет. Там сейчас вылезут деньги на стену. Там столько всего вылезет, что вообще. Но каждый все равно будет говорить. Турчинов сказал, что едьте к нему в окопы. Но это он такой храбрый до поры до времени. Я его не знаю. Ой. Ну ладно, не будем давать характеристики. Это не имеет значения. Дело в другом. Дело типа, давайте по сути подумаем. Что вот это все значит вокруг Порошенко и то, что делает Медведчук. По сути, разыгрывается колоссальная, ну, драма, я бы сказал, триллер даже. Триллер, драма с элементами трагедии. Ну, будет и фарс, и комедия будет. Все будет. И Вадевиль будет. По сути, уничтожается старая политическая партийная система Украины, сложившаяся за последние 30 лет с ее вождями и с ее представителями властной, владной верствы. Это беспрецедентное явление, которого еще не было. Просто не было. Ну, естественно, все олигархи будут зачищены. Все до единого. Я так понимаю, Ахметов и многие-многие другие. Ну, в том числе, конечно, и Пинчук, и Кучма, и этот самый... Ну, Суркис тоже, наверное. То есть, есть много очень таких богатых людей. Чрезвычайно богатых, которые должны... Ну, Порошенко, само собой. Так вот, давайте посмотрим, что происходит. Естественно, что Порошенко по логике должен быть задержан. Ну, почему? Потому что уже будут есть показания. И проголосует этот Верховный Совет большинство снятия с него недоторканности. Ну, наверное, сначала посадят на браслет. Под залог какой-то очень большой. А дальше будет уже ситуация для него, конечно, очень такая плачевная. Потому что, в принципе, все будет идти к обвинительному заключению. То есть, я не вижу, как он может вырваться. Но только если он начнет сдавать других. Тогда да. А иначе как? Иначе ничего не получится. Медведчук идет... Вот он фактически делает, как говорится, явку с повинной. И естественно, что он выторговывает себе. Потому что ему потом зачтут то, что он сидел. Как срок. И по... Типа... Может, как-то условно его освободят. Потому что он сдает. Он пошел на сотрудничество с следствием. Поэтому, естественно, что вот эта партия, эта фракция, она будет разгромлена. Это политическая старая сила. То есть, все. Казалось, Порошенко был наверху. Волна его поднимала. Он все профукал. Не сориентировался. Как всегда пожадничал. Как всегда вот эта жадность. Петр Алексеевич, тебя всегда губит жадность. Виски и жадность. Вот это понимаешь, если бы ты не был жадным, было бы многое вещи для тебя. Ну, плюс то, что он считает себя самым умным. Ну, конечно, он умный. Кто же говорит, что глупый. Конечно, умный. Столько людей сумел вокруг, так сказать, себя обвести. И Кучму, и Януковича, и Азарова, этого Пахло. И многих, 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 многих других поимел. И Лыжванию покойного, и Мартыненко, и Отрошенко, и Кличка, и Фирташа. Боже мой, это перечислять и перечислять можно. И Хорошковского. Порошенко, конечно, такое. Ну, и Юлию Владимировну нашу дорогую, Тимошенко, и Ющенко, как прокинул. То есть, ну, и покойного Ашетова, который был Зинченко, и владельца Интера. И потом второй, который тоже умер, владелец этого канала после Зинченко, как ушел. То есть, это очень много людей. Порошенко практически не проигрывал битвы. Ну, и Медведчука, в конце концов, тоже, так сказать, сумел обработать и взнуздать. И Путина, главное, тоже, как мальчика, школьника, обвел вокруг пальца с этими соглашениями. Я не я, как говорится, и Минск не мой. Так вот, смотрите, что получается дальше. То есть, что происходит? Я думаю, вот в этом стратегическом кабинете, там, Институт будущего, еще там всякие, пришли к выводу, что надо уничтожить вот эту всю старую политическую элиту, вместе с деньгами, олигархами, партиями и так далее. Ну, и решили играть по полной программе. То есть, понятно, что сейчас будет задержан Порошенко, и после этого его фракция, конечно, начнет валиться. Но я думаю, это только часть сценария. Есть вторая часть. То есть, Медведчук, он ключевой получился. Он абсолютно ключевой. Потому что есть вторая часть. Есть еще одна очень старая политическая сила, ее лидер, и люди, которые вокруг нее. Это Батьковщина, Тимошенко. Вот. Которая тоже очень-очень много знает, и очень-очень такая опытная. И вот я думаю, она следующая. И сейчас они закончат с Порошенко, с европейской солидарностью. Ну, кого-то, так сказать, куганут. Они же там трусливые. Не будет зонтика, они разбегутся, как эти крысы, шакала, гиены. Ну, кто-то будет, конечно, бороться, потому что ему терять нечего. А основная часть продастся, разбежится, пойдет к каким-то другим. И так далее, и так далее. И этой силы уже не будет. Она уже сойдет на мир. С ОПЗЖ сделали то же самое, ее уже нет. Но они сами виноваты. И Рабинович, и Медведчук, и Бойко, и Левочкин, и все они вместе. Тоже жадность фраера погубит. Это всегда так. То есть, они тоже думали, что они самые крутые. Их уже тоже помножили на ноль. Уже этой силы тоже нет. Тоже была там уже, на равных боролась со слугами. Теперь смотрите дальше. Что уже Шуфрич? Уже никто. В первом ряду сидит, как говорится, а мы его не замечаем. Тут уже, как говорится, не до жиру быть бы живым. Дальше смотрим. То есть, остается последняя сила, это Батьковщина. И Тимошенко. И вот я думаю, что сейчас как раз к ней подберутся. И Медведчуку волиус-неволиус придется это сделать. Я вам приведу тут один такой интересный. Я нашел материал. Такой был банкир-лебедь. Ну, он есть. Сын его сейчас пэром стал. Джонсон его назначил пэром. На минуточку. Подал Елизавете. И она там, их больше 30 человек. В том числе сына Лебедева сделала пэром. То есть, мы можем говорить следующее. Что, по сути, ситуация будет такая. И вот он написал книгу там, этот Лебедев. Ну, еще отец его. Он в Великобритании. Там гражданство. Все имеет. Он был. Был у него такой банк мощнейший в свое время. Национальный резервный банк. НРБ. И вот у него там есть такой разделщик. Называется. Интервью был. Он давал. Его комсомолка опубликовала. Эти кусочки из этой книги. Горилка от газовой принцессы. И вот этот Лебедев от первого лица говорит следующее. Помню курьезный случай. Который произошел у нас с Юлией Тимошенко. В то время руководившей корпорацией Единой энергетической системы Украины. Как-то под вечер мне позвонил Рэм Вяхерев. И тогда руководитель Газпрома. Юлия Владимировна рассказывала. Как она с ним познакомилась. Как вошла в отношения и так далее. А он был акционером НРБ. То есть большой человек. И попросил принять. И потом душки идут. Прямая речь. Как Вяхерев говорил. Юльку с Украины. Через некоторое время в кабинет зашла молодая. Энергичная особа. Ну Юля помните такая красавица была. В туфлях на высоком каблуке. Шпильках. На высоченных шпильках. В юбке символической длины. Ну это ее так сказать кредо было. Она села напротив меня на стул. Положив ногу на ногу. Периодически перекладывая ноги. С таким же изяществом. Как Шерон Стоун. В знаменитой сцене фильма. Основной инстинкт. Бизнесвумен предложила продать ей. Газпромовки. Так назывались украинские валютные облигации. Выпущенные в 1995 году. В счет задолженности Украины перед РАО Газпромом за поставки газа. Речь шла ни много ни мало о пакете ценных бумаг на 200 миллионов долларов. Слышите? Это в 1996 год кажется был. Я так помню. 200 миллионов долларов это просто безумная сумма была. Получить этот куш моя гостья хотела практически даром. Не более чем за 10% номиналом. Причем платить собиралась не деньгами, а горилкой и салом. В общем он ей объяснял, что это невозможно. Но выставить за дверью он напишет. Я ее не мог. Это протеже самого Рэма Ивановича. Затянулись у них светские беседы до 11 вечера. 23.00, да? И совсем, он говорит, стало ему не в моготу. И тут пришел на выручку ему Андрей Костин. Знаете, да? Он потом возглавил. Тогда был замом Лебедева. А потом возглавил банк ВТБ, да? Знаете, что это за банк? Чем занимался? Порошенко же знает очень. Яценюк его хорошо знает. Я оставил его с Тимошенко в кабинете, выйдя через заднюю дверь. Уж не знаю, как он ее уболтал. Но в итоге будущая оранжевая принцесса и премьер-министр Украины, то есть она стала, да, приющенка, уехала под утро, несолоно хлебавши. Ну, что хлебавши, что там было несолоно, что солоно, мы не знаем. Ну, он так говорит. Может так, может этак. Но, во всяком случае, это произошло. То есть у Юлии Владимировны есть огромный поток мейнстрима, где ее, можно так сказать, это говорит Лебедев. Человек, уже вошедший в Великобританию, в ее все там структуры и так далее. Естественно, что он много чего знает, и на него, как известно, санкции не наложили. А дальше вот он рассказывает про Кучму, Медведчука и Януковича. Чехов против Януковича. Помните, Янукович говорил, что Чехов это был поэт. Украинский или какой, как-то помните его выражение там рассказывал. Так вот, в апреле 2004 года в Крыму проходила встреча президента в России и Украине. Ну, то есть Кучма и кого? Путина. На высшем уровне. Дело было накануне президентских выборов в Незалежной. Леонид Кучма привез на смотрины своего преемника. Напоминаю некоторым, да? Виктора Януковича. То есть, это был 2004 год, ну, 18 лет назад. Правильно? 18 лет назад. А 95-й, если брать, 96-й, так это вообще там 26 лет назад, да? Всех предпринимателей с каждой стороны по 7 человек в автобусах за шторенными окнами отвезли на секретную дачу Сталина в гора, где прошла конфиденциальная встреча. Кучма накануне, наградивший Лебедева, он пишет, меня орденом за заслуги, в Крыму сказал, надо поддержать избирательную кампанию Януковича. Слышите, и скинутся так легенько, по 10 миллионов долларов. Дальше интересная фраза. Деньги в любой форме примет Виктор Медведчук, в то время руководитель администрации президента Украины. Янукович с его уголовным прошлым, прямая речь идет, Лебедева, криминальными наклонностями, неправильная ставка, подумал я, Лебедев, Украина заслуживает другого. Мне казалось, что и президенту России, и Путину, тогда этот кандидат не особенно симпатичен, он даже уклонялся от персонального общения. Но потом все принял, помните, в Ростов принял, и так далее, и так далее. То есть, как это, лишь бы был человек, да, как говорится. Деньги не пахнут, и все остальное, белье Януковича. Ну, не привыкать к Путину. Но Кучма его активно продвигал, активно, и в конце концов навязал. Лебедев говорит, что он отказался сдавать деньги, сказал, что он хочет адреставрировать театр имени Чехова в Ялте. Вот, потом произошла оранжевая революция, ему этого не забыли. Янукович провалился, начали искать виновных, доброжелатели записали, Лебедев говорит, его в спонсор Ющенко. А закрытый из-за ветхости Ялтинский театр Чехова был действительно отреставрирован на деньги Лебедева в 2008 году при Ющенко, да? Вот я бы вам вот такую интересную вещь рассказал. То есть, Медведчук и в этом формате есть. Представляете, сколько он может рассказать про Януковича, про Кучму и так далее. Но есть еще интересная штука, смотрите. Есть же у нас еще Ющенко. Есть и другие, так сказать, товарищи. Так вот, смотрите. Здесь следующая информация у нас. Ющенко, ну, это украинская правда. 2018 год. Ну, можно и дальше, раньше поискать, там очень много чего есть. Тимошенко и Медведчук тогда говорили, что они друг с другом не знакомы. Юлия Тимошенко, а Ющенко говорит, что лидер партии Батьковщина Юлия Тимошенко предлагала назначить вице-премьером в ее правительство в 2005 году Виктора Медведчука. Об этом в интервью Украинской правде рассказал Ющенко. Она, и он, прямая речь, она принесла фотографии Бологи, а он тогда главой администрации был, тоже много может рассказать. Сформулировала ему этот первый вопрос. Потом пришла ко мне, то есть к Ющенко и предложила, что было бы лучше, если бы Медведчук стал вице-премьером. Для меня, говорит Ющенко, это был шок. По словам Ющенко, такие предложения она озвучила ему, но, однако, экс-президент категорически отказался от этой идеи. Кому, когда я уже категорически сказал, что этому не быть, возникло второе предложение назначить Медведчука послом в России, сказал Ющенко. Добавив, что Медведчука также не назначили послом. Ну, он не захотел тогда тратить свои слова на Медведчука, характеризовать его. Сейчас, может, наверное, скажет, если его вызвать. И он сказал, на уточняющий вопрос, считает ли он лидера украинского выбора в врагов нации, он отметил три точки. Ну, теперь может больше рассказать. Больше предпочтениях тут есть и это интервью Ющенко, Тимошенко, Янукович. Два сапога одной пары. И вот он это все рассказывает. Но есть еще одна забавная история, которую знает Шуфрич. Потому что, как говорит легенда, народная молва, он это готовил. Это встреча, которая произошла вроде как в 2008 году или раньше или позже на Сардинии между Кучмой и Тимошенко на яхте Медведчука. Ну, у него несколько было яхт или как. Вот я думаю, Медведчук про это тоже мог бы рассказать. И про яхту, и про Кучму, и про Медведчука, и про все остальные вещи. То есть, фактически, Медведчук это, ну, как бы, совершенное ядерное оружие теперь в руках, ну, конечно, не Зеленского, а Ми-6 Великобритании. Которые будут использовать для уничтожения всего властного политического класса, старой элиты, так называемой, которую сложил Кучма, КГБ, Галушка и все остальные. И вот сейчас самое, конечно, интересное начнется. Резать будут всех подряд. Поэтому, я думаю, вот то, что сейчас происходит, это только начало большого конца. И вы будете свидетелями чрезвычайно интересных событий. Я так думаю. Ну, посмотрим. И тут Зеленский останавливаться не будет, поскольку дела на фронте идут что? Плохо. И он сам это говорит. А надо как-то это дело компенсировать. А как компенсировать? Ну, надо вот, люди любят смотреть грязное белье и скелеты из шкафов, препарировать.